Блюда из лаваша при выпечке пропитываются начинками, играют новыми вкусами и ароматами. Запеченная горбуша в лаваше получается невероятно сочная, нежная, а хрустящий лаваш сведет с ума многих. Лаваш это не просто лепешка, а чудесный продукт, которым можно накормить досыто всю семью. Чаще всего блюда из лаваша начиняют разнообразными продуктами, так как сама по себе лепешка безвкусная и сухая, из лаваша готовят пироги, рулеты, пиццы и даже чипсы. А как приготовить горбушу, запеченную в лаваше, я с вами поделюсь, все быстро и невероятно вкусно. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты. Из куска горбуши сделайте филе. Разрежьте филе горбуши на 8 порционных кусочков. Лук и морковь почистите. Морковь натрите на крупной терке. Лук нарежьте кубиками. Обжарьте овощи на небольшом количестве подсолнечного масла. Вкусняшки, подписавшимся. Лаваш разрежьте на 8 кусочков. На кусочек лаваша положите 1 столовая ложку моркови с луком. Сверху положите кусочек рыбы, посолите и поперчите. Сметану смешайте с горчицей. На кусочек рыбы выложите по 1 столовая рель, сметаны с горчицей. Сверните плотно конвертиками. Выложите в форму, предварительно застелив пекарской бумагой. Растопите сливочное масло в микроволновке. Смажьте рулетики маслом при помощи кулинарной кисти. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Горбуша, запеченная в лаваши, очень вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Блюдо готово, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Горбуша, 700 грамм. Лук, 2 штуки. Морковь, 2 штуки. Лаваш, 2 штуки. Одна пачка, 300 грамм. Сметана, 200 грамм. Горчица, 1 столовая ложка. Сливочное масло, 15 грамм. Количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Заходите на канал снова, котятки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова